Послушать отчет главы поселения в сельский дом культуры пришли не только депутаты, но и десятки жителей, неравнодушных к своей малой родине. Они очевидцы позитивных перемен последних лет. Буквально на глазах Вознесенская и другие населенные пункты поселения благоустраиваются, хорошеют, подтверждают жители. В нашей станице Вознесенской произошли очень заметные изменения. Хотя бы взять вот центр станицы. Он сейчас стал очень красивым, привлекательным для молодежи. Молодежи у нас стало больше в станице сейчас. На данный момент, это с 2000 года, сейчас очень много. Изменились улицы, освещение по Мира улицы, по 50 лет Октября, по Щегловой улице есть освещение, уже идти не страшно. Свой отчет Владимир Коробки начал с ключевых задач на 2012 год. Ими остаются укрепление экономики, благоустройство и благополучие каждой семьи. Поэтому в докладе звучали не только итоги социально-экономического развития, но и планы на 2012 год. Глава Вознесенского сельского поселения познакомил депутатов и жителей станиц с успехами всего Лобинского района. По итогам деятельности за 2011 год Лобинский район имеет очень высокие показатели социально-экономического развития. Среди 44 муниципальных образований Краснодарского края занимает шестое место. И третье место в группе среди 12 территорий с агропромышленной специализацией. Это работа главы администрации района и его команды. Шестое место, но уже среди поселений Лобинского района, занимает Вознесенская по итогам деятельности в 2011 году. Основным направлением было и остается развитие агропромышленного комплекса. На территории поселения функционируют 76 крестьянско-фермерских хозяйств и два крупных сельхозпредприятия – агрофирма «Родина» и СЖК «Кедр». Еще одно крупное предприятие, дающее рабочие места – Вознесенский хлебокомбинат. В этом году планируют увеличить объемы производства, а значит и заработную плату. На территории поселения находится участок райгаза, электросети, ДРСУ, ЮТК, пожарная часть. Руководители этих предприятий активно помогают администрации. В своем докладе Владимир Коробкин затронул практически все сферы деятельности развития Вознесенского сельского поселения. Это и спорт, и образование, и перспективы ЛПХ, организацию торговли и бытовое обслуживание, а также вопросы благоустройства. Безусловно, решение многих вопросов зависит от бюджета поселения. В прошлом году он по доходам составил чуть больше 26 миллионов рублей. Собственные доходы за последние три года возросли в два раза. Коробкин ставит задачу выполнять доходную часть бюджета каждый месяц. Это позволит участвовать в краевых целевых программах, реализация которых уже очевидна. Действительно, наша станица, наше поселение развивается, и вместе с ними развиваемся и мы. Несмотря на то, что сейчас в нашем учебном заведении проходит реформирование, мы переходим на троевой бюджет, но, тем не менее, у нас продолжают развиваться все программы, которые развивались раньше. У нас проходят различные мероприятия. Поддержать отчет главы администрации, рассказать о деятельности своих подразделений к трибуне выходили многие. Садокладчики подтверждали, что в последние годы вознесенское поселение активно развивается. Конечно, есть и проблемы, но они решаются и местной властью, и, если необходимо, правоохранительными органами. Пользуясь возможностью, начальнику Лобинского отдела МВД жители задали несколько вопросов прямо на открытой сессии. И все же позитивного гораздо больше, чем проблем. Территория развивается, молодежь остается в станицах и хуторах. Многие открывают свое дело, и в этом помогают целевые программы. Глава района, подойдя к микрофону, назвал вознесенское поселение флагманом. Это флагман среди сельских поселений. Поселение, которое, скажем так, второе после Лобинска, высказывает свое авторитетное мнение в районе. И к этому мнению очень многие прислушиваются. Мне сегодня очень приятно присутствовать на открытой сессии, слушать выступления депутатов. Большой, содержательный, достаточно доклад, который Владимир Максимович сделал. Требования к работе местной власти изменились. Сегодня главы находят возможность побывать в каждом доме. Настало время работать персонально с семьей. Глава Вознесенской администрации уделяет внимание тем, кто в нем нуждается, и в первую очередь старикам и ветеранам. В тесном контакте мы работаем с администрацией Владимира Максимовича. Всегда мы проводим участвование юбиляров 85-90, 100-летних. Не только представители администрации, в основном он сам ездит с нами, вручает подарки, цветы и благодарственные письма. 51 благодарственное письмо мы вручили вот такой категории, как ветераны труда. Ну и строим работу свою в тесном сотрудничестве с соцзащитой. Дальше у нас подшифный дом престарелых Галина Михайловна Малышева. Здесь тоже глава лично ходит, поздравляет, жмет руку. Значит, на все праздники не было, чтобы Владимир Максимович не пошел и не поздравил вот этих тяжелобольных. Депутатский корпус поставил удовлетворительную оценку деятельности администрации Вознесенского сельского поселения. С этой оценкой согласны и жители, пришедшие на открытую сессию. Они уверены, что и дальше власть будет созидать и развивать их малую родину. Хотелось бы отметить большое значение нашей администрации, нашего поселения. С каким бы вопросом ни обратился, с какой бы проблемой, никогда не услышишь слова «нет». И всегда Владимир Максимович постарается решить эту проблему любым путем. Хотелось бы отметить, чтобы больше уделялось внимание работе с молодежью. Вот сейчас стоит такой вопрос, что по окончании учебных заведений дети наши стараются куда-то уехать. Работают у нас в администрации специалисты, которые работают в этом направлении. И молодежь сейчас больше видит, что остаются в станице. Хотелось бы сказать, чтобы не отступала наша администрация от намеченных планов. И также мы были уверены в стабильности в завтрашнем дне, в получении стабильной заработной плате. В будущем наших детей, чтобы станица цвела и развивалась в дальнейшем. Чтобы больше уделялось внимание старшему поколению, хотя у нас соцзащита прекрасно работает в этом направлении. И чтобы на отдаленных окраинах станицы тоже был свет, дороги чтобы отремонтировали. И чтобы больше в школе уделяли внимание нашим внукам уже. Хотя у нас школа очень хорошая. Жители услышали задачи, которые ставит власть общей и конкретной в каждом населенном пункте. Озвучили просьбу сделать центр поселения не хуже Лобинска, высадить везде красивые цветы. Власть откликнулась. Сюда может прийти любой гражданин, проживающий в этом поселении, высказать свое мнение, получить и высказать замечания, получить ответ на свои вопросы. Я очень давно знаю Вознесенское сельское поселение. И в прежние времена, и когда был изгран главой, с 2000 года пришлось заниматься многими вопросами. Сама концентрация людей, центральная часть района, многочисленность поселений, которые входят сюда, это и определяет лицо этого поселения. Вот как настроены Вознесенцы, так, в общем-то, будет настроенный район. Потому что здесь очень многое типично для нашего сельского района, происходят процессы. И вот сегодня, когда считывался глава, очень спокойная, нормальная, конструктивная обстановка, и прошли как-то вот этот тяжелый период жизни, который был тогда постсоветского периода, неопределенности 90-х годов, абсолютнейший развал начала 2000-х годов, когда пришлось заново выстраивать всю структуру хозяйственной и властной структур, социальные вопросы, вопросы многие благоустройства. И вот о них сегодня уже докладывалось с позиции того, как что формируется уже бюджет поселения, что есть свои источники доходов. То есть мы видим, что постепенно жизнь выходит на нормальное русло. Я хотел бы отметить положительную роль вот по тем временам главы администрации в те времена и Желудева Анатолия Петровича, и Коробкина Владимира Максимовича. Владимир Максимович очень многое старается, делает, пользуется уважением. Поэтому мне приятно, вот сегодня была реакция людей на доклад его, на выступление о том, что было сказано, что действительно делается. Год, конечно, экономический тяжелый был, но благодаря краевым программам, благодаря всем бюджетам и поселениям, краевым и районам, мы сделали. Мы сделали дороги, сделали водопроводы, сделали армивную воду, то есть занимались благоустройством. И рассчитываем, что в 2019 году программы эти же будут работать, и мы же заниматься будем тем же, чем мы занимались в 2000 году. Это благоустройство, это дороги, это вода, термальная вода, водопроводы холодного. Ну и, как вы слышали, депутат сказал, это сделать цветники в парке, сделать около зданий и сооружений, то есть привести порядок в станицу. Ну, я думаю, что совместно со всеми жителями поселения мы добьемся, чтобы у нас была чистота, порядок, и чтобы приходили люди в центре, чтобы улицы были чистенькие, без мусора, чтобы здесь сверить цветы, и было очень хорошо. Мы действуем на одной территории, задачи у нас одни, это как создать наиболее лучшие условия для наших жителей, нашего поселения. И тут оценка получается, как и администрации, и нам ставится совместное, удовлетворительное. Я считаю, что это хорошо отработали, мы считаем, нормально. Тема единства звучала в этот день не раз. Сегодня все уровни власти работают в единой команде, решают общие задачи, главная из которых – благополучие и улучшение качества жизни граждан.